Здравствуйте, Игнатий Тихонович! Здравствуйте! Это вот я, Никита Трофимов. Я понял. У меня к вам вопрос такой, я хочу некоммерческую организацию тоже создать свою и хочу у вас спросить, как бы устав, вот как вот оформить лучше. Так, сейчас я здесь включу лисо. Лисо. Не знаю, вам видно, не будет. Сейчас я закрою. Сейчас закрою. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет, я не против. Так, давайте вопросы по порядку. Что за организация вы организуете? Я хочу открыть некоммерческую организацию, целью которой будет, как бы, не доход, а помощь наркозависимым, алкоголезависимым, их реабилитация, потом, как бы, если по их желанию, как бы, предоставление им рабочих мест. Видите как, по этому вопросу, я в это не верю. У нас одна сестра давно занималась этим, в другом городе-то. Но она, вот как помочь? Я говорю, ты ей ничего не помогай, показатор, приди и посмотри им в глаза. Но она пришла, помолилась, посмотрела, говорит, они у меня как в демонов превратились. Насколько обмана, насколько зла, это ничего не помогает. Единственная помощь, которая может сказать ему, рассказать о страшном суде Божьем и о милости Христа Спасителя. А это устраивает на работу, вы ответственность берете. У нас тут работали с ними, священника чуть не убили. Да первый, вот первый только освободился, он и полушубки сделал, все пропили, как будто не было, и на него напали, чуть не убили. Я в это не верю, никакой реабилитации Бог нам не дает. Есть только так, вина за грех и возмездие. Раз Христа не принимает, значит, ад ждет его. Так что, вы подумайте, вот один у нас таким занимался, ему налепили дело сейчас педофилии, 14 лет уже, Глеб Грозовской. Ну, это в Санкт-Петербурге, мы-то в Барнауле, Алтайский край. Вы в интернете просто зарядите Глеб Грозовской, увидите. Он одновременно, кроме детей, в лагерях занимался, еще вот наркозависимым. А там большие деньги крутятся. И они там на него такое состряпали, никто в это не верит даже, никаких показаний нету. Ложь одна. 14 лет уже суд прошел. Так что здесь... Ну, там все будет на камерах тоже, как бы, ну, без камер ничего делать не будет тоже, как бы, все будет в прямом эфире тоже, ну, в Ютубе выложено. Да, да, но здесь надо быть, я вас не знаю, просто предупреждаю, быть очень осторожным. Контингент не тот, который можно исправить. Они где угодно прилепятся. Вот у нас здесь работали, я буду говорить о тех, которых я знаю. Адвентисты седьмого дня, это хорошие люди, но они для нас еретики. Вот, и они приняли их там, кормили, поили. И когда они были на собрании, в это время они пришли к нему, все забрали, утюг включили и под подушку, чтобы когда уйдут, и открыли газ. Что все погибло и взорвалось. А им там такой обиход был, ой-ой-ой. Я в тюрьме работал, когда вернулся, я сам несколько раз отбывал, за слово Божие. И прошло сколько уже времени, я стал сотрудничать с тюрьмой, я 18 лет у них был. По камерам проходил, кое-что приносили, ходатайствовал и беседовал. У меня не права были, никто не верит даже в это. Как у следователя, приносили дела, я выбирал самое трудное дело, там, четверо за одно убийство. И с ними работал, ко мне приводили их, у меня близкие отношения с прокурором края были, генерал-лейтенант. Вот такая была история-то. Ну и что, из четверех трое вышли на свободу уже до суда. А этот остался. А потом я, который вышли, встречаю, он водит трамвай. Потом еще раз встречаю, он уже опять в камере сидит. Я говорю, ты что делаешь, Женя? Мы с тобой говорили, я по рации выступаю, начитываю проповеди, раздаем Евангелие. Ну то есть у нас очень большая миссионерская работа была. А это контингент такой, или-или. Или он уверует, или нет. Вот я ходил при Славе, 18 лет, меня спрашивают, сколько людей обратилось. Я отвечаю, ни одного. Священник сходил на один день, 470 человек крестил. Вам понятно, что это за крещение. Какие были они, педопилы, наркоманы, такие остались. А у нас, которые я с ними работал, они выше. Некоторые завелись семьями, потом встречали, встали на ноги. Но подлинного покаяния не было, мы очень строго подходим. Вот церкви православные, мы православные. У них придут люди там 5-10 минут. Мокрой ладошкой по голове, все, обратился. У нас, чтобы обратился человек, мы проводили беседы, занятия 500 часов. 500 в университете. Это люди, которые все знают уже, от всего отреклись. И несмотря на это, еще третья часть отступит. Третья часть с неба пала даже. Так что тут надо заранее уже приготовиться. Мы полной отдачей работаем. Нас нигде, деньги вообще у нас нет. У меня ничего нет, минимальная пенсия. Мы буквально все туда отдаем. На Пасху яйца там покрасили, принесли. Я иду в прокуратуру. Ну все с согласия начальства тюрьмы, официально. Не просто там, мне подсунули бумажку какую-то. Это очень сложное дело. Если вы что-то не так где-то, они вас на свободе найдут, будут трепать. Это такая клиентура. У меня этого не было. Они даже встречаются, идет с женой. Я на другой стороне. Он у меня увидел, кричит, а руку назад держит. У меня бутылка. Я не имею права к вам подойти даже. Но мы все вспоминаем. Что вы нам говорили, Евангелие приносили. У меня сейчас совершенно другая жизнь. Я маленько только выпить отнесу. Другие на дом приходили. Было такое, что меня спасали, когда уличное хулиганье были, захватили. Они это все помнят. Это у доктора Газа есть такой был немец. Ну, знаете, сколько он трудился для заключенных в царское время. Я сам сидел. Поэтому мне такая клиентура очень известна. Очень. Меня 26 лет только психиатрия мучила. Это не два дня. И теперь все. Злоупотребление, психиатрия реабилитирован. Ну, и там льготы. Зубы выбитые вставить. Смешно. Так что, я что могу сказать, я вам сказал, не зная вас. Просто будьте очень внимательны. На много раз пересчитайте. С опытными посоветуйтесь. И тогда знайте. Но я с ними, с заключенными, никогда не льстил. Я очень сурово разговаривал. И они это понимали. Они понимали, кто с ними говорит. Я каторжник. Они... Ни один мне слова никогда не перечил. Я по рации выступаю. Потом иду по камерам. Потом добился с приговоренными к смертной казни работать. Отдельно детская колония. Не колония, она еще. СИЗО. И больничка. Это на себя не возьмешь, если Бог не даст, не откроет. И повторю. За 18 лет ни одного покаяния подлинного, как мы понимаем. То есть, от смерти в жизнь. Они просто... А им лишь бы из камеры выдраться. Кто хочет крещения-то? А не вся тюрьма хочет. Ему лишь бы из камеры выдраться прийти. Он ничего не знает. А я работаю. Мы заносим Евангелие. Мы только в окрестности 300 тысяч... Домов посетили. С моими книгами... У меня 43 книги фактически это вышло. 38 только в бумажном варианте. Мы из Барнаула проехали до Владивостока. Прошли до Лиссабона. От океана до океана. Турцию. Прибалтику. Скандинавию. Весь север. И везде я дарил все 38 книг. Это 750 евро. В каждую библиотеку. Человеку попала моя книга. В заключение он говорит... Я три раза её пересчитал. Вышел. Совершенно другой человек. Это книги несущие жизнь. В каждой книге у меня в среднем 3000 ссылок на Библию. С приведением мест. Я занимаюсь этим 55 лет. И то, какое... От нас ничего не зависит. Абсолютно ничего. И сеющий, и поливающий, и ничто. Люди-то думают... А у вас древний устав есть, да, свой, как бы? Не знаю. Я давал уставы какие. Это очень сложно. Вы сами... Слушайте, не так что-то будет, и вы сошлётесь на меня. Не, ну хоть примерно, как бы. Ну, как по Библии же вы всё брали, да? Я могу сказать только то, что я делал. Какой опыт был. Ну, скажите. А где рация? Даётся рация. Вот, динамиков нет. А я веду три радиопрограммы в городе. Одна онлайн. То есть, часовая программа открытым, люди могут задавать вопросы. По эфирному времени я стоял не только в Алтайском крае, наверное, по всей Сибири. Бог так открыл двери. Одновременно пять университетов, 13 школ, технику, меотделы, все милиции, все. Все воинские части, заводы, фабрики, прокуратура, ПГБ. Везде и всюду я проповедую. За мной приезжают их машины, говорят там, ну, что нужно. Это Бог делает. Это я сейчас смотрю, как отстранённо. Это невозможно. Я приходил, в Ватиме только меня привозили. И везде являлся с полными рюкзаками Библии, когда их ещё здесь не было. У нас близкая связь с баптистами. Мы наладили целый канал на Киргизию. Там у нас очень хорошие были близкие отношения с отделёнными баптистами. Мы давно знали с Кушнарчук, Иван Данилович. Дети уехали в Америку. Всё, связь поддерживаем. Они знают, что я православный. И у нас было, есть чем поделиться. Я беру доброе везде. У мусульман, у иудеев. Я начальник детского лагеря, основатель. И 45 лет. 45 лет без помощи государства. Тысячи детей отдохнули. С родителями можно. Чего только против нас не делали. Один год три уголовных дела против меня воздвигли. Вернулся я, все процессы выиграл. Тогда опубликовали опровержение. Кого с работы сняли, кто что. Почему? Бог. Господь. Человеку это невозможно. Я вот на всё смотрю сейчас. Считаю там старые проповеди. У меня там тысячи проповедей сохранились. Проповедей. Занятия. Только в одном университете я 18 лет проповеди говорил. Проходили мы 5-летняя программа. Весь Новый Завет. Из Ветхого Завета песня песней и противосектантская. И ответ на все вопросы. Вот на моём сайте я вам скину в конце. 4124 вопроса. Они разбиты на 55 папок. Политика, экономика. Ну, абсолютно всё. Вопросы. Ни одного вопроса неотвеченного не было. Самое провокационное. Самое уязвительное. Даже по личности. Я всё равно отвечаю. Отвечаю. Потому что через это может душа обратиться. Почему? Бог. Это благодать Божия. И поэтому у меня спроса нет. Я ответить могу. На первое место поставьте страх Божий. Принча Соломона 1.7. Второе Коринфянам 5.10. Это как эпиг. Всем нам надлежит предстать присудилище Христова, чтобы получить должное. Что делали в теле, живя в теле, доброе или худое. Всем. Будь он патриарх, будь царь, батюшка, всем предстать придётся. С чем предстанем. И далее. Евангелие от Иоанна 12.48. Я основные назову стих. Если один есть, дальше с него проповедь начинай говорить. Вот у меня вышел Новый Завет, толкование. На весь Новый Завет до одной строчки. Чтобы весь с откровением впервые за 2000 лет вышел. Такой. Это нас трёхтомник. Я туда 50 лет работы вложил буквально. 297 комментариев. Как первого века понимали святые отцы. Это блаженое фефилакто. Не моё. И поэтому... Будем читать. Будем читать. В интернете, я думаю, там в онлайн режиме есть. Я вам скину наши данные. Как поговорим, вы не отходите. Прямо сразу скину. И у нас идут занятия в интернете. Занятия в скайпе. Вы можете тогда пристать к этому. Слушать. И никаких там... Вот понимаете, люди говорят, спрашивают, какой деноминации, какой конфессии. Эти слова сатана придумал. За этими словами кроется одно слово, ересь. Надо спрашивать, какой ты ереси принадлежишь. Этих слов нету. Я вот слово проблемы не употребляю и не хочу слышать. А что? Нерешённый вопрос. Тогда всё понятно. А то проблем... Вот и здесь. Кто знает, что это? Не надо это. Великий, могучий, говорит русский язык. Он на маты переделан. И нужно знать Писание. Когда беседуешь где-то, бывает достаточно одной фразы. Одной фразы. А Бог открывает дверь. Вот у нас есть молитва, называется Царю Небесный Утешитель. Вот с Пасхи до вчерашнего дня она не считается. Ожидание Духа Святого. Это молитва к Духу Святому. Царю Небесный Утешитель, Души истины, Иже везде сы, и вся исполняет. Сокровища благих и жизни подателю. Приди и вселися вны, в нас, И очистины от всяких скверны. Спаси блажь и души наши. Всё. Я вступительное слово на занятиях в университете говорю. Эту молитву мы поём, а потом я объясняю. Я сказал на эту молитву 60 проповедей. Без повторов. 60. Каждая проповедь примерно 20-25 минут. Всё, не а где это? Там один записал, их надо озвучить, они в аудио. А как? Откуда я знаю, как? Бог ложит на сердце, я должен выразить это. Издать звук. В общем, первый пункт, вы говорите ему о страшном суде и о Господе рассказывайте. Да, и после этого, когда человек дойдёт до нужной кондиции, чтобы у него руки дрожали, тогда ему говорите, а надежда есть, что на земле явился Сын Божий. И тогда укажите на 1 Иоанна 1.7. А то говорят, кровь Иисуса Христа ощущает от всякого греха. Но в предложении впереди ещё два условия. Если ходим во свете, как Он во свете, и имеем общение друг с другом, тогда кровь Иисуса Христа ощущает. Ну, а то вы знаете, там Иоанна 3.16, 3.36, Деяние 2.12, это обязательно знать надо. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спасение. Чтобы вдолбить. А кроме того, у меня есть материал, он называется «Пособие по изучению Евангелия от Марка». Это вам обязательно надо. Вы зайдёте... Ну, наш... Я недавно его выставил. Так что страницы сами перелистываются. Тормозните и прочитайте. Есть в Ворде. Есть прямо в этом... На нашем видеоканале... Ну, в Ютубе, в Канаде. У нас 11.200 роликов наших. Мы строим с нуля православную деревню. Ну, то есть, вы найдёте для себя там поле. Огромные-огромные склады с материалами. Если у нас тут... На форумах там скандалы. У меня на форуме 1600 тем. Во всей полноте от начала до конца разобраны. Больше года проходит. Ну, посещаемость слабенькая. Но всё-таки есть. Там 300 человек. Там 250. И ни одного слова возражения нет. За целый год. Ну, умножь 300. На три. Вот. А на Ютубе у нас... Там просмотров 19 миллионов. Нас отнесли к средству массовой информации. То есть, мы должны соблюдать определённые условия. 19 тысяч подписчиков. Это показывает система. Мы никому не угождаем. Наши ролики, материалы отличаются тем, что мы абсолютно никому не угождаем. Ни патриарху, никому. Так говорит Господь Бог. Это мой любимый пророк Иеремия и Михей, сын Иемлая. Что скажет Бог, кто изреку и я? Вот когда мы так действуем, дать место надо Господу. Дайте место Господу. Если места ему нет, то человек начинает... Если скажу, меня уберут оттуда. То есть, ну, начинает. У него внутри цензор сидит. А ты так скажи. Выше голов смотри. Так говорит Господь Бог. Я за последствия не отвечаю. Я отвечаю за то, что Бог сказал. Так, а устав примерно сколько пунктов должен быть, чтобы его как на законном уровне приняли? Я не могу ответить на этот вопрос. У нас, допустим, церковная дисциплина. Это 16 правил. Деревенский устав, который по всей деревне 40. Это все я составлял. Никто не мог составить. Но мне просто Бог дал этот талант составлять. Уставы, детский лагерь, я по нему. И нигде ничего не добавляется. 45 лет. И прямо указано физическое наказание. Там сколько... Ой-ой-ой, даже КГБ вмешивалось. Уберите, ну, разбирай, там еще нету. Но оно есть. Есть, но не издевательство, ничего. Он матерится, я положил крапиву, проведи губами. И с ним ничего не могу. Кто у меня уезжает, они ни один не матерится. Мы там все и на конях, чтобы умели ездить и плавать. И собираем ягоды, травы и игры. Но встаем всегда рано. В 5 утра. Обслугам в 4.40. В 5 утра. А если вы взрослый, это 4.40. Это строго обязательно. Кто рано встает, тому Бог дает. И дети это понимают. Две недели акклиматизации. Дальше спрашиваем. Голосуем каждый день за какие-то вопросы. У детей самостоятельное мышление вырабатывается. Скажите, вы хотите, чтобы позже вставали? Ни один не хочет. Утром пробежать, порастеть, искупаться, поработать. Аппетит такой у него. И дети понимают. Мы старались создать 100% защищенность. Не обзываться, не драться. Я его накажу обязательно. И родители расписываются на каждого ребенка. Что они согласны, что я его накажу. Он наркоман. Через месяц уезжает, он забыл про наркотик. Я готовый материал представляю. А они ничего не могут. И там комиссии, там кандидат медицинских наук, прокуратура. Проверяют, нигде ничего нет. Вас избивают, дети говорят, нет. Никто не избивает, нас наказывают. За наши простудки. Это ответ взрослого человека. Но это не два дня. Меня сколько раз можно было бы осадить? 45 лет. Это не два дня. И ничего нигде не могли сделать. Почему? Все молятся. Вот, миссионерская поездка была. За нас и баптисты молились, и лютеране, и католики, и мусульмане, и евреи. Все молились. У меня везде хорошие отношения. Мы каждый день молимся. Дай Господи мир Израилю, Россию, Украине и Сирии. Мы за всех царей. За Порошенко, за Путина, за всех молимся. Ежедневно. Это повеление Божие. Да, всякая власть от Бога. А вот смотрите, вот, как завтрак, обед, ужин, это все тоже по часам, да? Да, восемь завтрак, в два обед, семь ужин. А какой у вас? Три часа пять встали, а восемь. Они промнутся, у них аппетит, говорится, зверски. У нас их готовят хорошо, и обслуга, волонтеры, все бесплатно работают. Я за 45 лет ни рубля не получил. Вот сейчас с Украины подъезжают. Мы купили несколько домиков, и в дома теперь приглашаем в гости. Роспотребнадзор нас сдаванул, мы ничего не могли сделать. На их стороне полиция, на их стороне прокуратура, суды. И я понял, ничего нельзя сделать. И в интернете посмотрите, как они на нас там нападают. Я уже наутро расформировал лагерь, купили несколько домов, и теперь приезжают как в гости с родителями. А туда они не могут войти. Но вы со властью не стали спорить так, да? Неполезно. Повторяю, 45 лет спорил. В один год три уголовных дела против меня воздвигли. И они ничего не могли сделать. Ничего. Там лопали, там самопедемстанция называлась. Что только они не делали. Мы колодцы, все под железными колпаками прятали, боялись, что они нас отравят. Серьезные были такие битвы, прям настоящие. Мы все засняли, заблокировались, и они не могли ничего взять. Никак. А потом Бог дал, приехал еврей один, замглавы администрации края, Шохет Якоб Нахманович. А он мне операцию делал, доктор медицинских наук. И осаду с нас сняли. Говорит, что можем спрашивать Слабкина, когда ни рубля не дали за 40 лет. А мы 45 были. Ни рубля. Я должен создать питание, соблюдать посты православные. Посты, это кто знает, что такое. Иногда неопределенное даже растительное масло нельзя есть. И дети поправляются. Почему мы халву, рыбу там покупаем, котлеты делаем. А уж если молоса, тут сметана, тут все у нас идет. Батюшка там барана заколет, барана нам отдает. Это Бог делает. И поэтому вспоминать нам есть что. Мы видим, благодать Божия поступает так. Вот приезжают у нас с таблетками, которые больные. Мы не принимали. У нас трудовой лагерь был. Мы не принимали. Но бывает, привезут, прямо умоляют, плачут. Но мы такую дали ехали. Ну, давайте. Только таблетки выкиньте сразу. А у нее спиной мозг, где-то она как полотно белое. А поехала, в футбол играла уже. Приехали у ребенка почки. Я ее отделил сразу. Так, у тебя почки? Болею? Да, болею. Так, ты будешь завтракать на один час раньше. Начинать. А почему? Я сразу привез себе с пасеки меду. Березового соку. И по утрам с медом березовый разогретый сок. И она уже через две недели забыла про свое. И играет с ребятишками вместе. То и нельзя выходить на солнце, за ней наблюдать. Особое наблюдение, чтобы на солнце не попадало. Это не оздоровительно, но если уж попал ребенок, то мы его поставим на ноги. Вот бывает сейчас приезжает откуда-то, а денег нет. Очень охота. Мы сборы или что-то сделаем. И бесплатно с Украины приезжают. Мы оплачиваем билет туда и сюда. Понимаете, это невозможно сделать. Невозможно. А вот смотрите, подъем, завтрак, обед, ужин, отбой. А вот в период, вот между подъемом, завтраком, завтраком, обедом, обедом, ужином, ужином, отбойом, только работа или как? Нет. До обеда работают. Дрова пилим в огороде до обеда. После обеда работы нету. После обеда занятия по Библии, игры разные, там футбол, волейбол, там у нас загородки, еще только у нас нету. На стольный теннис купаются около шести раз в день. Дети. И как пойти, допустим, купаться, они обязаны все три раза поклониться, три крестные знамения сделать Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помил на грешность. Старший идет с ними. Пришли, там разделись, опять три поклона и обращаются теперь, кто с ними пришел. Не моложе 16 лет, умеющий наблюдать. Учим плавать, поплавками все огорожим. Все это мы сами делали. Понимаете, если это делать ты не любишь, тебе ничего не получится. Я с ребенком сопереживаю ему вместе с ним. Вот представьте, вот идут они, а я рассказываю о птицах, о насекомых, чтобы по одному листику могли найти дерево, знать, куда его употребить, беречь природу. Собираем разные стеколки на поле, чтобы очистить. То есть мы работаем с ними. Ну и, это ребятишки, они идут и один увидел черная стрекоза, большая, примерно вот такая вот. Он говорит, смотри стрекоза, но никто не сдвинулся. А другой подошел и взял. А теперь больше всего синие и бывает желтые, а черная это очень редкий экземпляр. Теперь, а этот-то взял, а тот говорит, ну я же первый увидел-то, но ты же не взял. Они приходят разрешить спор. Я тогда начинаю, кто первый увидел? Ты не взял, прошли мимо. Ее могли птицы расхлебать. Но ты хозяин, кто взял? Но так как он указал где, теперь ты по первому требованию открывай и показывай. Я должен разобраться. И ребенок это понимает, что для него это делается. Я ему каждое движение определяю. Рассказываю, идем дорогой, по ягодам, и везде идет свидетельство. Это работа и днем, и ночью. Повторяю, за 45 лет ни один не заболел, ни один не отравился, не утонул, не убился. Я над ними как квочка над цыплятами. 45 лет бесплатно. Почему? Это моя любовь. Это Бог так делает. И поэтому у меня материал, как воспитать воспитателей. Сейчас я его только выставил в интернет. Мой опыт. Воспитателей приготовить как? Как на природе учить ребенка? Конкретные примеры показываю. Там от 3 до 7 лет. А в лагере у меня не было ограничений. Один раз был там с матерью 7-месячный ребенок. И бабка 72 года. То есть вот такой разброс. Лагеря у всех, как они там. И притом у меня было всегда 53% полностью бесплатно. А остальные, которые могли заплатить родители, наша самая высокая цена в 4 раза меньше, чем у них самая низкая. То есть волка ноги кормят. Я где-то муки достаю. Я печник. Две печи. Сами печем хлеб. Тестомес. Это своими руками все делали. Я повторяю. Здесь движущие. Тут приезжают психиатры. Начинают разбирать. Как так можно такие результаты добиться? И наконец пишут. Движущая сила. Лагеря. Тире с большой буквы. Любовь. Так я же наказываю их. Полюби. Понимаете? Я не могу все объяснить. Я объясняю то, что зримо. За столом ни одного слова. Только показать, какое первое, второе или третье. Если дали первое, тебе не хватает. Можешь добавку попросить? Если много сказал, отрежь. Но оставлять в чашке ни одной ложки. Вылизать ее кусочком, вылизать. И когда поели уже, второе показывает второе. Третье значит там, что чай, что там четвертое, там пирожки какие. Но чашки пустые. Должен показать дежурному. Дежурный махнул рукой, он кверх ногами опрокинул. И взрослые все по одному уставу живут. А иногда бывает у нас накрещение. Взрослых бывает больше, чем детей. Все. Колокол ударил. Каждым ударом колокола, что он означает? Вот один кол, удар. Вот один просто удар. Это надо собраться перед аналоем. Аналоя, где Евангелие, перед крестом, где мы молимся. Два удара, это на занятия. Три удара, на обед. Четыре, чтение Евангелия. Пять, тревога. Боевая обстановка. Пожар. Коммунисты напали. Или что-то. Мы тренировки проводили. Как тушить, как задержать человека. Как связать, как милицию отправить, если он безоборотный. Образничал. Поэтому... Я хотел у вас еще благословения попросить на это дело. Ну, как сказать. Я не имею это право. Я не священник. Но я понял вас. Да благословит вас Господь. У Бога милости. Но только помните, это вы выходите на очень опасную тропу. К детям нигде пальцем не прикасайтесь. Только одному. Когда вместе всем ребенка можно обнять и погладить, и приголубить. Бывает о родителях плащет там. И все тут. Понимаете. Вот 45 лет я ни одному воспитателю не разрешил даже заухо дернуть ребенка. Никому. Только сам. А наказываю его в потаенном месте. А все в это время молятся. А я его там, бывает, по голенищу щелкну, чтобы слышно было. А его по слюнями, по глазами подведи, как будто плакал-то. А теперь дальше начинаем вместе там молиться. Ребенок на глазах меняется. Главное, самый большой грех это ложь. Если он солжет. Это все дети знают. И что-то где-то сделали, они обязаны сразу прийти. Кто кого обидел. Я буду разбирать. А вот после ужина, я так понял, разбор слова идет, да? Нет, это раньше. После ужина, два часа они уходят и играют. После обеда, допустим, пообедали. Семь минут или пять минут, тут как можете. Ничего не делаю, только сидеть. Чтоб заврат и кишок не было. Никуда. Можно сидеть, разговаривать и все. А потом они начинают играть в футбол. Купается еще. Полная свобода. Но в рамках закона. И они это знают. Одно время я купил велосипеды, они там на них ездили. Это мои расходы. Вот после ужина должно до сна не меньше двух часов. Продолжение следует. Везде приоритет мальчики на первом месте. Первые обедают, первые купаются. Везде первые. К девочке отношение такое, что если потребуется, и жизнь за нее отдай. У меня дети знают и президента, и кто телефон изобрел, кто интернет. Мы даже все знать. Поэтому это занятие. Такого опыта, как у меня, ни у кого нет. Мы при советской власти были, когда шутить не любили. 45 лет. А сейчас мы уже второй год в деревне будем. Но фактически весь устав лагерный мы перенесли сюда. Но уже для Роспотребнадзора мы недосягаемые по сегодняшний день. Сегодня только там, где у меня лагерь был, прокуратура, полиция приезжали, позвонили. Но там заросло все. Я люблю события пережать. Когда они угрожать стали, я все взвесил, на следующий день расформировал лагерь. А они в суд подали. А штрафы один-полтора миллиона. И ничего не могли взять, ни рубля. Ни рубля. Бог дал такого судью, хорошую женщину. Ну и все остальное. И ничего не могли сделать. Никак. Тем более, все скрытно делается. А мы все открыто делаем. Я сказал, дома покупаем. Все, на завтра. А они нападут. Нападут, а Бог. А Бог. И они это знают. Спасибо вам, Игнатий Тихонович. Я буду ждать вот этой ссылки на устав. У нас нету спасибо. А говорят, спаси Христос. Спаси Христос. А спасибо, это пустое, мирское. То есть, я вам кину наши ресурсы. И что нужно будет, заходите. А если вы здесь, то уже до 10 октября говорить не будем. Я уезжаю в деревню, в субботу. И оттуда не поговоришь. Плохая связь. И там сильно деньги берут. Вот здесь 500 рублей. У меня нет ни рубля. За меня кто-то платит. Купили мне компьютер. У меня все чье-то. Потому что у меня 100% идет на кого-то. Пенсия вся у меня уходит куда-то. Это Бог так сделал. Я говорю Богу. Бог сделал. Мне хоть кубометрами доллары будут. Я в Америке ездил. Ни одного цента на меня не потратил. В ранных носках уехал. Такой и приехал. А что дали? Все распределили. Это Бог делает так. Это нельзя на себя взять. Игнат Тихонович. Ваши веры в Бога. В искренности. Будем брать с вас пример. Общаться. Выходить на связь. Дай Бог вам в нашей крепости подольше пожить. Как бы своим примером показать. У нас в лагере были православные баптисты, адвентисты, евреи. Кого только не было. И у нас там были и киргизы, и евреи, и цыгане. То есть у нас ни национальности, ни ничего нет. Но к концу, когда лагерь закрывать, все одинаково молятся. Все поправился. Никого не просим. Баптист говорит, я так молюсь. Молись, как умеешь. Но только молиться со всеми. А потом он видит, как и уже все принимает. Мы нигде насилие не делаем над душой ребенка. Если ребенок чуть-чуть верит, я приму в лагерь. Если родители очень верующие, ребенок неверующий, не возьму, чтобы амулета не испортить. Поэтому на нас нападают люди, только которые ничего не знают. А нас сняли фильмы, фильмы государственные. Это не на пленке, а на такими бобинами снимали. Документальные. А это на нашем сайте, он есть фильм. Причусти. Он занял первое место на международном киноконкурсе. Второй фильм «Затоусец Потеряевка». Это мое прозвище. Он первое место в России взял. Согласитесь, что такие призы на дороге не валяются. Нас назвали «Искорка возрождающейся России». Хотя мы себя такими не считаем. Я не сомневаюсь в вас. Поэтому вам и позвонил. Спаси Христос. Спаси Христос. Так, все на этом, да? Да, на этом все. Бог храни вас. Бог храни вас, да? Так, все, можно выключать. Вот так. Спасибо. Продолжение следует...